Строительство новых парков и скверов, благоустройство придомовых территорий. Об этом шла речь на третьей встрече главы Сургута Дмитрия Попова с жителями города. Она состоялась накануне в 46-й школе. С подробностями Дмитрий Круковец. Свою встречу глава города Дмитрий Попов начал с кратких итогов благоустройства Сургута за минувший летний сезон. В частности, речь шла и о ремонте придомовых территорий. На это ежегодно из казны выделяются деньги. Общая сумма выстраивается по следующей формуле. Средства бюджета окружно ли городской плюс деньги собственников дома. В прошлом году общая цифра составила больше 80 миллионов рублей. Результат 30 отремонтированных дворов. В этом году 22. А всего с 2011 года, когда мы начали реализовывать эту программу, у нас количество дворовых территорий отремонтировано в общей сложности 157. Площадь асфальтированной за этот приют составила 262 382 квадратных метров. Ведется работа и по обустройству новых парков и скверов. Так, в этом году в городе появились сразу три таких объекта. Причем один без привлечения бюджетных средств. В перспективе строительство еще четырех. В микрорайонах 5А, 20А, 31А и 40. Когда же очередь дошла до вопросов, желающих высказаться оказалось немало. У нас администрация защищает чипы интересов, интересы жителей, граждан, но никак не животных. Когда в парке за Саймой тяжело ходить женщинам с детьми, бояться собак. За выгул собак, если мне память не изменяет, по-моему, мы никого не привлекаем к административной ответственности. Более такая норма, если мне память не изменяет, исключена из административного кодекса. Другая проблема, которая прозвучала на встрече, размещение торговых киосков. В июле этого года, в 9 часов вечера, в полной темноте, нам поставили новый киоск. Там сейчас построили бивную. У нас там, где мы видим, здесь не шпать, представляет школу. Мы не хотим бивную в свой район. Кроме того, на письма, которые возмущенные жители адресовали чиновникам, до сих пор не пришли ответы. Отчитался только один департамент. Дмитрий Попов обещал не только разобраться в ситуации, но и подчеркнул, что любой вопрос будет рассмотрен. Вы ко мне обращаетесь, а я уже разберусь в чей компетенции решения этого вопроса. И когда вы обращаетесь ко мне, естественно, на контроль ставится обращение к главе, и тогда уже все сроки выдерживаются. И если я в течение 30 дней не подпишу ответ, то я буду отвечать перед вами, а не те исполнители, которые должны бы это сделать. А они уже потом ответят перед нами. Впрочем, помимо жалоб, немало было и похвалы в адрес городской управы. В целом, люди довольны благоустройством Сургута и надеются, что с каждым годом он будет только красивее. Дмитрий Круковец, Елизавета Саенко, Сергей Коликов, Сургут. Интерновости.